Лабиринт под тайгой Глубоко под сибирской тайгой, где густые леса простираются на сотни миль, скрыта загадка, которая уже не первый десяток лет будоражит умы ученых и исследователей. Все началось с геофизических исследований в начале 80-х, когда группа ученых, используя сейсмическое оборудование, зафиксировала аномальные пустоты под землей в районе северо-восточной Сибири. Сигналы указывали на огромную разветвленную систему тоннелей, длиной в десятки миль, пересекающих друг друга под разными углами. Это не могли быть природные пещеры. Их геометрия была слишком правильной. Когда туда отправилась первая экспедиция, участники обнаружили провалы и трещины, ведущие в подземелье. Спуск был рискованным, но ученые и спелеологи нашли внизу галереи, уходящие в темноту. Стены этих проходов были гладкими, будто вырезанными по шаблону, а в некоторых местах покрыты странными отпечатками, напоминающими следы когтей или грубых инструментов. Ни один известный народ в истории Сибири не оставил после себя подобных построек. Попытки более глубокой разведки натыкались на странности, оборудование отказывало, у людей начинались головные боли, а сами лабиринты словно перестраивались, закрывая ранее пройденные пути. Последние исследования, проведенные с помощью георадаров, показали, под тайгой скрыта сеть тоннелей, чья протяженность может быть сопоставима с размером небольшого государства. Почему же никто об этом не говорит открыто? Потому что официальная наука не может объяснить, кто и когда мог построить такую структуру. Возраст некоторых участков, судя по отложениям, превышает сотни тысяч лет. А это полностью меняет привычную историю человечества. А самое жуткое – это камеры, куда не доходят приборы. Никто не знает, что в них находится, потому что каждый, кто туда спускался, больше не выходил. Металл, который не ржавеет. В конце 90-х неподалеку от реки под каменная Тунгуска местные охотники нашли необычный объект. Он торчал из земли, обвитый корнями старого дерева, словно вырос из недр сам собой. Это был фрагмент металла, округлый, с острыми краями почти черного цвета, с отблесками, напоминающими ртуть. Сперва подумали на обломки спутника. Но когда ученые добрались до находки, мнение изменилось. Этот металл не поддавался царапинам даже алмазными резцами. Пробы, взятые с поверхности, показали полную инертность к кислотам, щелочам и даже высоким температурам. Он не ржавел, не тускнел и не вступал в химические реакции. Казалось, что он живет вне времени. Состав тоже сбивал с толку. Ни один металл на земле не имел таких свойств. А в таблице Менделеева не существовало элементов, которые могли бы создать подобный сплав. Появились версии. Инопланетная технология, забытая цивилизация, артефакт из глубин земли. Некоторые указывали на связь с Тунгусским взрывом начала 20 века, предполагая, что это обломки того самого объекта, вызвавшего катастрофу. Но с каждым новым образцом, найденным в тех краях, становилось все очевиднее. Таких обломков много, и они образуют кольцо, уходящее под землю. Кто-то или что-то оставило их здесь с определенной целью. А самое странное, металл излучал слабое магнитное поле, которое со временем усиливалось. Проклятие шахты 9 Одна из старейших шахт Красноярского края, известная под номером 9, давно стала синонимом необъяснимых событий. Ее построили в середине 20 века для добычи редкоземельных металлов. Работы шли успешно, пока буровая не наткнулась на необычно прочную породу. После взрывных работ открылась камера, внутри которой находилось что-то странное. Рабочие описывали гладкие стены, покрытые чем-то вроде копоти, но не оставлявшие следов на руках. В центре лежал плоский черный монолит, будто сделанный из стекла, но не поддающийся разрушению. С тех пор в шахте начались проблемы. Техника ломалась без причин, люди слышали шорохи. Однажды целая смена 8 человек просто исчезла. Камеры ничего не зафиксировали, а проход, по которому они спустились, был после этого завален. Шахту закрыли, но спустя годы туда попытались вернуться частные исследователи. Один из них, физик по образованию, утверждал, что внизу зафиксировано мощное электромагнитное поле, не характерное для таких глубин. Он говорил, что монолит мог быть передатчиком или замком, скрывающим что-то внутри. Когда его группа спустилась вниз с новыми приборами, связь с ними оборвалась. Никто не вернулся. Официальный отчет гласил обвал. Но те, кто был знаком с этими людьми, говорили другое. Их просто не стало. С тех пор местные зовут шахту не иначе, как проклятый. Звуки из-под земли. В разных частях Сибири жители жалуются на странные звуки, доносящиеся из-под земли. Это не скрипы, не землетрясения, а ровные гулки и шумы, напоминающие работу огромных механизмов. Иногда они длятся часами, иногда появляются раз в несколько месяцев. Впервые подобное зафиксировали в 60-х в районе Иркутска, когда приборы зафиксировали устойчивые низкочастотные волны, идущие из-под земли. Исследования показали, источника нет, а колебания распространяются, отражаясь от пластов, словно их создает что-то движущееся. Совсем недавно, в 2000-х, в районе Якутии зафиксировали аналогичный шум. Но когда туда прибыли исследователи, звук прекратился. Зато на камерах, установленных для наблюдения за породой, появилось странное искажение, словно объект двигался под поверхностью на глубине нескольких миль. Версии были разные. Вулканическая активность, газовые пузыри, даже подземные реки. Но все разбивалось об один факт. Шум был техногенный. Некоторые записи напоминают работу огромных механизмов или двигателей, издающих ритмичные толчки. Как будто кто-то запускает гигантскую установку под землей. И пока официальный отчет исписывает все на аномалии, местные жители уверены. Под ними что-то живет. Камень с картой. В начале 90-х, во время бурения в районе Новосибирской области, техника наткнулась на плотную плиту. Ее вытащили на поверхность и поначалу не обратили особого внимания, пока один из рабочих не заметил, что на поверхности проступает рисунок. После очистки стало видно – это карта, но не современная. На ней не было привычных рек, дорог или поселений. Зато были странные линии, соединяющие точки и символы, напоминающие древние пиктограммы. Когда карту изучили археологи, они пришли в замешательство. Некоторые участки указывали на места, где действительно были обнаружены подземные образования и пещеры, но с точностью невозможной без спутниковых технологий. Камень по анализу оказался кварцитом с вкраплениями неизвестного минерала. Возраст более 200 тысяч лет. Вопрос, который поставил в тупик всех – кто мог создать карту с такой точностью в те времена? К тому же одна из линий, ведущая к Уралу, заканчивается символом, напоминающим спираль. Именно в этой точке позже был зафиксирован один из самых мощных подземных толчков без сейсмической причины. И это только начало загадок, связанных с артефактами, скрытыми под сибирской землей. Пещера без конца. В восточной Сибири среди скалистых холмов Хамар-Дабана охотники обнаружили вход в пещеру, которая не была отмечена ни на одной карте. Казалось бы, ничего особенного, таких отверстий в скалах множество, но когда исследователи попытались пройти внутрь, все пошло иначе. Проходы шли вниз под наклоном, и чем глубже они спускались, тем ровнее становились стены, будто вытесанные. В одной из камер они обнаружили ровные колонны, уходящие в темноту, словно несущие конструкции. Влажность была нереальной. Воздух был насыщен странным металлическим запахом, и каждый звук отскакивал эхом с пугающей задержкой. Когда команда дошла до уровня в несколько сотен футов ниже поверхности, начались сбои приборов. Навигация отказывала, компасы крутились, а рации давали странные щелчки. Но главное, они не нашли ни одного тупика. Каждый раз, когда казалось, что путь закончился, за поворотом оказывался новый коридор. Некоторые участки были настолько узкими, что приходилось ползти, а потом неожиданно открывались в залы размером с футбольное поле. Самое поразительное – ощущение движения. Члены экспедиции утверждали, что чувствовали, как будто скала вокруг дышит. Некоторые теряли ориентацию во времени, а один из исследователей потом клялся, что видел чью-то тень вдалеке, но когда побежал за ней, оказался в тупике с каменными плитами, на которых были высечены символы. Экспедиция завершилась неожиданно. Один из участников исчез. После трех суток поиска в пещеру пришлось закрыть. Спасатели спустились, но не смогли дойти до конца. Официально проход признали опасным и запечатали, но местные утверждают – по ночам из-под земли доносятся гулки и звуки, как будто кто-то продолжает идти по этим коридорам. Скелеты великанов. В южной части Сибири, неподалеку от Алтая, группа строителей, роя фундамент для нового ангара, наткнулась на костные останки. Сперва подумали, что это древнее захоронение. Таких в регионе хватает. Но когда археологи прибыли на место, они поняли перед ними нечто совершенно иное. Кости принадлежали человеку, если это вообще был человек. Рост существа по расчетам превышал 10 футов. Череп был непропорционально большим, с массивными надбровными дугами и зубами, напоминающими акули. Кости были тяжелее обычных, и анализ показал, плотность превышает норму почти вдвое. Ученые выдвинули теорию, что это может быть реликтовый вид, не зарегистрированный ранее. Но главное, таких скелетов было не один, а трое. Они лежали в одном ряду, как будто кого-то или чего-то охраняли. В руках одного были зажаты каменные пластины с символами, напоминающими шумерские, хотя до ближайшей известной цивилизации тысячи миль. После публикации первых отчетов доступ к месту резко перекрыли. Прибыли военные, началась зачистка. Все материалы были изъяты, а ученым выдали подписки о неразглашении. Официальная версия. Останки животных и кости смешанных пород. Но один из исследователей успел сделать копию снимков. Он утверждал, что внутри черепа нашли металлическую вставку. Кусок чего-то, напоминающего имплант. Его формы не соответствовали никаким известным медицинским или технологическим приборам. Именно эта вставка, по его словам, и стала причиной внезапного интереса спецслужб. Сигналы в шахтах. Когда старые угольные шахты в районе Кемерово начали использовать для научных целей, никто не ожидал ничего особенного. Ученые планировали просто замерить изменение температуры на глубине и протестировать новое сейсмическое оборудование. Но все изменилось, когда приборы начали ловить странные сигналы. Это были ритмичные импульсы, будто кто-то передавал закодированное сообщение. Частота была стабильной, но содержание непонятным. Сперва подумали на внешнее вмешательство, но антенны ловили импульсы только под землей. Как только оборудование поднимали наверх, тишина. Сигналы шли исключительно из глубины, причем из разных точек. Особо настораживало то, что сигнал повторялся строго по времени, каждые 47 минут, как по расписанию. Было ощущение, что где-то внизу работает передатчик, созданный неприродой. Ученые отправили несколько микрофонов глубже, в старые туннели, и однажды на записи появился шум, похожий на голос, произносящий фразы на неизвестном языке. Звук был прерывистым, с металлическим оттенком, будто говорила машина. Когда группа энтузиастов попыталась расшифровать сигнал, один из них нашел совпадение с древними алтайскими знаками, используемыми в шаманских практиках. Это выглядело слишком странно, чтобы быть случайностью. После этого часть шахт была залита бетоном. Документы исчезли. Но радиоэнтузиасты по всей Сибири до сих пор утверждают, сигнал продолжается. Только теперь он меняет частоту, как будто что-то под землей стало умнее. Следы на глубине. В процессе прокладки газопровода в районе Енисейска буровая установка наткнулась на плотный слой камня на глубине свыше полутора миль. Геологи заинтересовались, так как порода была древнее известных отложений в этом районе. Но самое странное, на поверхности камня виднелись ровные параллельные борозды. Они были слишком правильными, чтобы быть природными. Под микроскопом можно было увидеть следы точечной обработки. Будто кто-то резал гранитную плиту гигантским лазером. Более того, внутри этой плиты находилась ниша с округлыми краями, похожая на сидение. Находка поставила ученых в тупик. Человечество не обладало технологиями, способными создавать такие борозды даже в наши дни. Особенно на такой глубине, где давление и температура не дают шанса на сохранение четких форм. Когда геологи попытались углубиться, чтобы исследовать уровень ниже, оборудование начало ломаться. Электроника выходила из строя, а сам камень оказался настолько твердым, что бур плавился. В одном из кернов нашли кусочек металла, который не магнитился, не плавился и не растворялся в кислоте. Это был очередной артефакт. Часть того, что не должно было находиться в земной коре на такой глубине. По подсчетам, слой формировался более миллиона лет назад. Кто оставил следы в то время, когда по официальной науке в Сибири не существовало даже примитивной жизни? Гробницы в скале. В Красноярском крае среди скальных выступов геологи обнаружили отверстия, ведущие в выдолбленные ниши. Сначала предположили-то на старинные погребения кочевых народов. Но внутри этих ниш нашли не кости, а саркофаги из черного базальта, плотно закрытые, без швов, с гладкой поверхностью. Возраст этих образований, по данным радиоуглеродного анализа окружающих слоев, превышал 200 тысяч лет. Проблема в том, что ни одна известная культура не имела тогда ни письменности, ни инструментов для резки базальта с такой точностью. Внутри одного из саркофагов оказалась кристаллическая структура, напоминающая мозаичный узор. Она переливалась в темноте, реагируя на приближение. Когда ученые провели спектральный анализ, выяснилось, что структура состоит из редчайших элементов и в природе не встречается. Но по-настоящему пугающее началось позже. Все, кто контактировал с саркофагом, начали жаловаться на навязчивые сны. Им снились подземные города, темные коридоры и фигуры с безликими лицами. Некоторые из участников исследования отказались возвращаться на место. Один из них исчез, оставив дневник с надписью «Они ждут». Гробницы вновь засыпало оползнем. Кто или что было похоронено в этих саркофагах, остается тайной. Но рисунки на стенах, найденные неподалеку, указывают на то, что это были не просто захоронения. Золотой подземный круг. Среди охотников за древними артефактами особой славы пользуется один малоизвестный объект в глухой части Якутии. Его называют «Золотым кругом». Впервые о нем заговорили еще в 70-х, когда местные оленеводы сообщили о странном звуке, идущем из-под земли, будто гудит гигантский колокол. Когда туда добрались геологи, они зафиксировали металлический резонанс на глубине около 200 футов. Под слоем земли находился круглый объект, идеально симметричный, с высокой теплопроводностью. При попытке раскопать его экскаваторы столкнулись с нечто твердым, напоминающим металл. Но необычный металл, его невозможно было поцарапать, и он начинал вибрировать при приближении техники. Несколько экспедиций пытались вскрыть объект, но каждый раз происходили странности. У людей начинались галлюцинации, техника ломалась, а в одном случае произошло самовозгорание оборудования. Местные шаманы предупреждали – этот круг – замок. Никто не понял, что это значит, но спустя время экспедиции прекратились. С тех пор золотой круг остался нетронутым. До него добраться практически невозможно. Болото, мерзлота, дикая природа. Но те, кто был рядом, говорят об одном – он излучает слабое свечение в темноте. Как будто ждет, чтобы кто-то его активировал. Древняя шахта без входа вблизи устья реки Нижняя Тунгуска была найдена шахта, о которой никто не знал. Ни в старых документах, ни на картах, ни единого упоминания. Ее обнаружили случайно. В результате обвала в лесу открылась вертикальная дыра, ведущая вглубь скалы. Исследователи, спустившись вниз, нашли туннель, вырезанный с точностью лазера. Угол спуска был постоянным, а стены зеркально гладкими. Страннее всего было то, что шахта не имела никаких признаков входа с поверхности. Она начиналась глубоко под землей, словно кто-то прокопал ее изнутри наружу и не закончил. На глубине более 300 футов находился зал, в центре которого стоял постамент. На нем цилиндр из полупрозрачного камня, испещренный линиями, напоминающими микросхемы. Ни одного признака жизни. Ни костей, ни артефактов. Но воздух был свежим и температура стабильной, как в климатической камере. Ощущение, будто кто-то побывал здесь недавно. После выхода отчета об открытии доступ к шахте ограничили. Один из ученых, участвовавших в спуске, позже признался. Когда он коснулся цилиндра, услышал в голове звук, мелодию, словно струнный инструмент, играл изнутри мозга. Он не смог объяснить это и вскоре исчез, оставив на стене кабинета рисунок. Спираль, уходящую в центр земли. Пустая камера. Недалеко от Томска, во время строительных работ по прокладке подземных коммуникаций, техника провалилась в полость. Рабочие обнаружили камеру размером с вагон, вырезанную в граните. Стены были идеальными. Настолько гладкими, что свет фонарей отражался от них, как от стекла. Внутри ни пылинки, ни камешка, ни следа живого присутствия. Когда туда прибыли ученые, они зафиксировали повышенный уровень электромагнитного поля. Воздух вибрировал, хотя ни один прибор не улавливал источника звука. Камера была пуста, но ощущение, что ты не один, не покидало никого, кто в нее входил. Сложнее всего было объяснить, как такая структура могла образоваться в массиве твердого камня без внешнего доступа. Ни буровых тоннелей, ни трещин. Будто кусок скалы просто исчез, оставив внутри пустоту. Анализ показал, гранит в месте камеры подвергался воздействию высоких температур и давления, словно его выжгли изнутри. Но чем? Ни один известный источник энергии не способен на такое под землей. Это выглядело, как след работы мощнейшего энергетического луча, направленного из центра Земли вверх. С тех пор камера стоит запечатанная. Не потому, что ее боятся. Потому что не знают, что с ней делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok